В 2012 году органами прокуратуры Уральского федерального округа было пресечено более 11 тысяч необоснованных проверок со стороны контролирующих органов в отношении хозяйствующих субъектов. Выявлено свыше двух тысяч фактов административного произвола. И как показывает статистика, количество зафиксированных нарушений растет. Чтобы грамотно защищаться от проверок, которые по сути незаконны, нужно знать, как проводится настоящая проверка любого надзорного органа. Порядок стандартный. Она начинается с предъявления служебного удостоверения проверяющему. Второе – копия распоряжения о проведении проверки. И, соответственно, если она проводилась по согласованию с органом прокуратуры, в соответствии с частью 5 статьи 10, при поступившей информации, то предоставляется копия решения органа о согласовании данной внеплановой проверки. Выездная проверка, она бывает как плановая, так и внеплановая. То есть, соответственно, почитав распоряжение, получив его на руки, юридическое лицо может задать вопрос, а какая проводится проверка. Если проверка плановая, об этом будет ссылка в самом распоряжении, можно спокойно зайти на сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации и, набрав свой ННН, посмотреть действительности и проверять тот орган, который пришел на проверку. Если проверка внеплановая, то она также должна иметь основания. Соответственно, вам также должны предъявить положенные документы. Если вы не запомнили этот перечень, на следующей неделе просто посмотрите повтор нашей программы в интернете. На сайте прокуратуры публикуется ссылка. Завершается проверка также документами с составлением акта. Проверка завершается актом. Любая проверка завершается этим документом, который составляется непосредственно после ее окончания. Копия этого акта вручается юридическому лицу. К нему прикладываются все необходимые предписания, образцы каких-либо исследований, протоколы исследований. Все, что было наработано в ходе проверки. Это все потом, в последующем можно обжаловать, если ты не согласен с ее результатами. Самое распространенное нарушение проверка проводится не в тот срок, который указан в документах. Либо на распоряжении о проведении проверки отсутствует подпись руководителя надзорного органа. Либо инспекторы проверяют не то, что обозначено в документах как цель или предмет проверки. Либо, если по завершении проверки находят одно, а в акт записывают другое. Либо же вам вообще могут попробовать предложить подписать пустой бланк акта. Теоретически, директор проверяемого предприятия может отказать контрольным органам в проведении проверки. Но есть нюанс. Он должен быть на 100% уверен, что она незаконная. Потому что воспрепятствование законной проверки – это правонарушение. Именно здесь многие бизнесмены сдаются. Общий уровень правовой грамотности среди них, как и среди всего населения в целом, оставляет желать лучшего. Кроме того, ряд коммерсантов просто не хотят по разным причинам жаловаться в суд или прокуратуру. Хотя сделать это очень легко. Можно даже через интернет. Но даже для этой категории предпринимателей выход есть. Каждого субъекта – это деловая Россия, опор Россия, масса различных некоммерческих партнерств, разные саморегулируемые организации, которые также обладают правом по защите прав хозяйствующих субъектов. Поэтому здесь нужно более расширенно использовать свои права и не бояться этого. Потому что сказать «нет» – это проверяющему. Нужно точно знать, а вправе ли он это делать или нет.